здравствуйте дорогие наши подписчики и гости нашего канала вы на канале на кухню любани а значит у нас с Колей в гостях на нашей кухне сегодня у меня выпечка впереди выходные дни но для начала я как всегда спрошу Коля ты с нами конечно Любаня с вами незаменимых нет есть неповторимые ничего себе вот это да дорогие мои сегодня будет такая выпечка я люблю вообще знаете я не ленива это в принципе особо но люблю какую-то быструю выпечку без вот этих кремов перемазывания тоже готовлю но хочется чего быстренько и вкусненько ну что ж я сейчас делаю пирог наподобие зебра но хочу вам сказать что я делаю без яиц это тоже важно потому как мы это сразу немножечко удешевляет наш процесс правда яйца пойдут лучше на завтрак потому дорогие мои давайте посмотрим что мы будем делать беру тарелочку хочу заметить первым долом что я разогрела кефир такая знаете выше комнаты температуры такой довольно тепленький хорошо теплый кефир но чтобы не свернулся обращаю ваше внимание потому ставьте на маленький огонь и постоянно контролируйте процесс подогревания значит для пирога нам понадобится сейчас вам скажу сколько у меня здесь стакан сахара вымеряем все стаканом тоже удобно стакан какой бы он ни был 200 грамм 250 300 вот именно по стакану если стакан 2 стакана кефира стакан сахара поймать я вам все расскажу но главное по стакану значит здесь получается стакан сахар но это получится его там зависимости какой стакан 250 грамм или 200 ванильный сахар вот и хочу заметить щепоточка маленькой соли обязательно потому что яйца нет потому соль добавила в сахар есть значит стакан манки таким же стаканом замерила манку да кто то скажет это манник ну может быть и манник но немножечко такой знаете измененных потому возможно сюда же и теперь это все ничего больше не добавляю все что стоит на столе пусть остается вот этим теплым довольно таки хорошо теплым кефиром кефир два с половиной процента жирности вылила венчиком венчиком это все перемешиваем хорошенько вот так вот видите сразу кефирте хорошие пульки какие не понравилось обычно он соды вступает так в реакции а здесь вступил с манкой с сахаром звоню с работы мужу дорогой чем занимаешься выполняю твою работу обратно вас думаю пироги печет полы мою прихожу он выпечку доедает но тоже надо чтобы не пропало это тоже хорошо значит вкусно если ничего не пропадает все доедать я говорю значит это супер вкусно правда теперь я не салата ну сколько там пару минуточек а то и того меньше теперь я накрою накрою сейчас эту полотенечком и оставлю в тепле не в тепле это не дружи на полчаса пусть манка хорошенько напухнет а мы с вами немножечко подойдем попьем чайку мы с колей пообщаемся так сказать потому ждем и так дорогие мы прошло полчасика смотрите манка принципе напухла настолько возможно вот она смотрите такая густенькая стала но не сильно значит что делаем дальше дальше все просто наверняка вы манник все готовили я выливаю растительное масло пол стакана ох как красивенько перемешиваю слегка опять так вот перемешала теперь добавлю стакан муки ну вот у меня отмеренный такой же стаканчик муки но сюда добавлю чайную ложку соды муку хорошенько это все перемешиваю с мукой и теперь буду добавлять не частями а просто вылью высыплю наверное все и хорошенько винтиком перемешаю сейчас я винтик достану и теперь хорошенько перемешиваем винтиком знай я тебя люблю таким какой ты есть девушка что уже час бубните в витрине вы торт покупать будете боже господи дорогие смотрите получается так густенько но не очень хорошенько хорошенько перемешиваем чтобы мука обязательно хорошо соединилась с манкой и сода наша вступила в реакцию и так дорогие мы смотрите вот так вот перемешала видите вот такие коль и видно такие шарики это сода вступила в реакцию принципе все нормально теперь зрительно будем так сказать так по простому я не буду делить ложкой ничем разделим вот это тесто на 2 час значит половинкой должна перелить вот такую вот посудину которая есть и так дорогие мы вот так зрительно разделила но там чуть чуть больше меньше это не имеет особого значения это домашняя выпечка она может быть любой как вам нравится потому значит в одну часть я добавлю мак две столовые ложки сухой мог а во вторую пока две столовые ложечки потому что вот сюда и хорошенько сейчас венчиком перемешаю и так дорогие смотрите вот такое тесто получилось видите это у нас какао какого чем лучше какао качестве и тем вкуснее пирог знаете и сам вкус будет более шоколадный а здесь у меня вот так я думаю больше не надо сколько две столовые ложки мака и две столовые ложки какао одинаковая пропорция значит форма 28 на 19 смазала растительным маслом и теперь будем выкладывать выкладываем так как вам нравится значит беру одинаковые ложки и вот так вот набираю полненькие смотрите сейчас покажу а там будете смотреть сами может быть вам как-то понравится по-другому тесто обратите внимание не очень густое вот видите и вот так вот буду чередовать вот сейчас я сразу куль подожди вот так вот этот слой теперь коричневый тоже ложечку такую хорошую смотри не перепутай кутуза постараюсь коля и так смотрите вот таким образом пока не закончится тесто первый ряд закончился выкладываем также 2 так смотрите вот так вот первый слой сложили там где-то немножечко что-то растекло с ничего страшного дорогие мы еще на нем порисуем теперь на коричневый выкладываем белый здесь белый ну это а вы смотрите сами она белый коричневый и так же 5 до края до самого и так дорогие мы вот так выложили ну а теперь самое интересное будем делать с вами художественную роспись так сказать и мы делаем так как вам нравится я беру вот такую шпажку можно взять потолще но сейчас беру тоненькую и главное достать до дна до глубины как кикассо да куля знаю зато будет так красиво это все но меня похоже смотрите сами вы можете воська так сказать столько раз сколько вам надо вот таким вот образом разрисовали пусть детки вам порисуют видите можно так можно по-другому можно так вот такой знать и виху главное детей оставить без присмотра можно сделать вихолу как говорится на забил пью то есть на русском югу потому значит сейчас никуда мы не как сказать не отлучаемся оставим в духовочку духовка 180 градусов вверх вниз средний уровень значит будем говорить так не менее 30 минут это зависит в вашей духовке но чтобы дым не пошел как куля мой говорит это не готово будет это уже просто шеф все пропало потому ждем я все покажу итак дорогие мои наш пирог выпекался 40 минут значит ну это зависит от духовочка видите такой получился шоколадный мы посмотрим разрезе он не будет никак светлый здесь много мака потому такой оригинальный кивка учился на стиле да дорогие мои значит дадим постоять пирогу 5-10 минут достану и покажу вам как он выглядит в середине а пока немножечко подождем хорошо итак дорогие мои пирог наш готов мягусенький смотрите какой нежный видите какой но горячий ну что ж ждать не будем правильно надо сразу брать быка за рога потому режем и пробуем дорогие мои желательно чтобы остыли если у вас есть время будь ласочка ждите пока остынет вот я хочу вам показать какой в середине видите парит еще вот вот немножечко отрывается но не страшно секунду сейчас я вокруг торта два раза отбегу пирога лягать не будешь нет нет может это так надо дорогие мои смотрите вот он парит шикарный много темного у меня просто внук любит шоколадный наверное вы уже знаете если вы не очень шоколадный глазочка больше белого смотрите нежнейший нежнейший вот смотрите супер все видите мак кто не любит мак можете это делать без мака ну что ж еще один кусочек показать вот он сейчас шоколадный видите он еще парит ой ой оторвало же придавила вот он ничего я попробую сбоку вам пока ну сбоку тоже самое можно показать но я хочу сказать вам что то же самое что мы его будем со всех сторон крутить если это супер мягусенький смотрите какой прям супер сперыв то что надо вместо торта пойдет точно для домашнего чаепития вместо торта если особенно вы крем не любите это то что надо вот он Коля ты мне просто позавидуешь вкуснятина а мне мой вчера говорит ой наташка что это ты такая худая пойди покушай пирога сладенького вторая подруга говорит а твой это кто ну мой внутренний голос Дорогие мои супер поверьте мак хрустит на зубах вкус шоколада господи ну что еще надо для вкусного тортика и для такого знаете домашнего чаепития ну и семейного то есть но можно не семейного нагрели чайок сели попили чай прислушались к внутреннему голосу точно Коля вот имплодис сели и вместе с этим внутренним вместе попили чай очень вкусно сейчас последняя да Коля Люба у тебя что анекдота больше нету рассказывай есть говорит а вы не подскажете где недорого можно отметить день рождения почему же не подскажу подскажу карандашиком в календарике точно дорогие мои на третий заход собираешься раз анекдот такой короткий потом уже больше не буду за ваше здоровье дорогие мои все будьте здоровы поделилась рецептом знаю многие знают просто вы вас обновили как говорится в памяти правильно вкусно быстро я вам хочу сказать главное что нет яиц это как будто бы и не сильно дорого ни сметана ни яиц дорогие мои заходите на наш канал подписывайтесь ставьте лайк если не жалко пишите комментарии а самое главное будьте все здоровы будьте все счастливы мирного неба и вам и нами всему всему миру мы вас всех обнимаем и всегда ждем до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...